Он еще только поступил на первый курс университета, а уже успел внести свой вклад в реставрацию исторической части Самары. Никита Грицевич, настоящий мастер резьбы по дереву, этим ремеслом он занимается с 4 класса школы и с детства мечтал стать архитектором. Декоративные узоры оконных наличников этого здания – его рук дело. И уже сегодня у Никиты свой взгляд на то, какой должен быть исторический центр Самары. Мне бы хотелось заниматься восстановлением не только деревянного зодчества Самары, но и в целом исторического ядра нашего города. Скажем, восстановлением старых зданий, чтобы можно было почувствовать тот дух 19 века. Сегодня Никита самый молодой в списке награжденных на торжественном собрании, посвященном Дню строителя. Он получил благодарственное письмо губернатора. По словам главы региона, такие инициативы достойны поддержки, чтобы город становился лучшим. Впрочем, это касается и других строительных специальностей. В канун профессионального праздника награды получили архитекторы, машинисты, сварщики, литейщики, директора строительных компаний. В последние годы область стала лидером по строительству жилья. Идет подготовка инфраструктуры города к чемпионату мира по футболу. Возводятся стадионы, школы, социальные объекты. Строительный комплекс стал одной из важнейших составляющих экономики региона. Мы будем делать все для того, чтобы вас поддерживать. Мы за то, чтобы собственный строительный комплекс развивался, неактивно развивался. Потому что это всегда был один из мощнейших отраслей народного хозяйства. Это работа, это база, это рабочие места. Настоящей проверкой на прочность работы отрасли станет проведение в Самаре игр чемпионата мира по футболу. Уникальные спортивные сооружения, стадион Самара-арена, а также все, что строится по программе подготовки игр мирового футбольного первенства, должны не только достойно представить город перед международным сообществом, но и остаться самарцам наследства на многие годы вперед. Олег Зверев, Василий Колдашов, События.